Друзья, всем привет! А я к вам спешу с новым выпуском, но перед началом которого я вам хочу дать развернутый ответ. Что это? Далеко это снято? И почему это стоит посмотреть? Как вообще родилась идея создания подобного сюжета? Дать сразу все ответы на ваши потенциальные комментарии. Первое. Как вы знаете, у нас на канале выходят выпуски из-за границы. И снимаю я их совместно с компанией IT, агентством недвижимости HomeF, с которым я сотрудничаю уже более года. Выпуски получаются интересные, многим они заходят, кому-то они не нравятся. Все как всегда, на вкус и цвет товарищей нет. В начале этого лета мы находились на съемке во Вьетнаме, куда приезжала группа топ-брокеров от компании, которые добились хороших результатов, и они находились, скажем так, в отпуске. И появилась идея снять еще одну серию про работу в недвижимости, а именно агентам по недвижимости, риэлтам, брокерам, специалистам, кому как больше нравится. Подчеркну, что мы говорим исключительно про покупку, продажу квартиры. И именно о них мы сегодня и поговорим. И раскроем эту работу в цифрах, в деталях, как проходит рабочий день. Почему IT-агентство недвижимости HomeApp многим нравится офисам и своими возможностями? На все вот эти вопросы дадим развернутые ответы, в частности, их сотрудники. А посмотреть я рекомендую этот сюжет в первую очередь всем тем, кто вообще сейчас задумывается о своем жизненном пути с точки зрения работы. Вполне возможно, вы где-то работаете и думаете, это не мое, хотелось бы попробовать себя в другом направлении. И поэтому, если вдруг вы в процессе просмотра заинтересуетесь и вы захотите попробовать себя в новой профессии, пожалуйста, все ссылочки полезные будут в описании, вы сможете записаться на собеседование. Опыт работы не нужен, но основные критерии, по которым отбирают людей, основной заряд, который должен быть у вас, вот вы как раз его узнаете из этого выпуска. Приятного просмотра, мы начинаем прямо сейчас. Денюшки. Хочу услышать цифру. До 25 до 30 миллионов. 10, 20, 50 миллионов рублей. 97 миллионов. В последнее время у меня чех больше и больше. Слушай, ну такие нескромные цифры, я думаю, лучше не надо людям. Зачем людей пугать? Цифры внушительные. Ну это, блин, неплохо. Стажер получит миллион 400? Да. Это что там такое продаете? Тетки? Тетки? Наши русские тетки. Наташ, привет, рад видеть тебя. И помню, что у тебя была цель войти в топы. Помню, ты говорила 200-миллион. Но потом даже был период, что и больше миллиона удалось заработать. Вот расскажи мне, пожалуйста, ты до прихода в недвижимость где-то зарабатывала денег больше, чем миллион? Нет. То есть это первое место, где ты прям такой действительно такой достойный доход. Да. Поделись людьми чувствами, когда ты не на инфобизнесе заработал, не продавая какие-то непонятные курсы, про которые частенько говорят, а когда ты приходишь на работу, казалось бы, риэлтор. Некоторые смеются над вами, говорят, а агент он не нужен. Общаясь с вами, все реальные люди, которые через вас покупают, продают, руку жмут спасибо, говорят. Да. Вот какие были первые чувства, когда ты зарабатываешь свой первый миллион? Ну, кайф, удовлетворение. Ты понимаешь, что ты можешь добиться, ты хочешь больше, больше, больше. И ты приходишь к этому. Что муж сказал? Ну, муж сказал, молодец. Ну, поддержал, мне кажется. Ничего себе, вы представляете, жена приходит домой, приносит нормальные деньги. Да. Начала зарабатывать на уровне мужа, скажем так. Добилась. Когда доход становится чуть меньше миллиона, это уже расстраивает? Ну, конечно, огорчает. И хочется опять вернуться к тому же уровню, стараешься. Ну, понятно, что хочется иногда и расслабиться тоже. Ну, вот про расслабиться и постараться. Давай такую актуальность сделаем. На момент 2023 года. Да. Сколько у тебя сейчас там в мае-тире в июне планируется сделок? Как сильно загружен твой график? Условно понять, есть у тебя работа или работы у тебя нет? Есть. Сейчас две сделки идут без меня. Дистанционно в силу того, что как раз та самая CRM-система, которая у вас настроена? Система, коллеги, которые помогают, есть руководитель, который тебя поддерживает, коллеги, которые могут тебя поддержать, всегда там показать квартиру, съездить на сделку. Сегодня у нас, вот понедельник, да? Сегодня у моего стажера идет сделка с очень большим комиссионным изнаграждением. Почти 4 миллиона. Меня там замещает моя коллега. То есть... Это комиссия будет 4 миллиона? Да. И сколько получит стажер с этой сделки плюс-минус? Можешь так на скидку сказать? Ну, он получит 35%. Это сколько у нас получается? Ну, с 4 миллионов 35 миллион 200. Ой, миллион 400. Стажер получит миллион 400? Да. А ты сколько? Ты тоже? Да, я тоже получаю с этого сделку. Это что там такое продаете? Прикиньте, друзья, вот вам вопрос. Значит, подчеркиваю, мы снимаем все по-живому. Никаких сценаристов у нас нет. Девчонки соврать не дадут. Они прекрасно видят, как я работаю. Мы все проговариваем. Никакие вопросы я им за кадром не задаю. Никто нам тут на ушко ничего не шепчет. Поэтому отвечает. Это что вы продаете? Квартиру, ну, апартамент ЖК Софийский. И сколько она стоит? 97 миллионов. А, это что-то прям солидненькое. Ну, это прям дорогой объект недвижимости с там 4% вознаграждения. Слушай, вот такую одну сделочку, как говорится, в год хотя бы вылавливать уже будет хорошо. Ну, конечно, кайф. Ты получаешь достаточно большие деньги. Тем более, что это вознаграждение стажеру. Эксперт будет много больше. Эксперт с этого получит там, ну, больший процент. А сколько стажеру лет? 35. Это женщина или мужчина? Ну, мне кажется, в шоке. Блин, друзья. Мне кажется, да. Он точно в шоке. Ни хрена себе. Как часто ты видишь нытиков, которые пришел? Ой, я не продал за месяц ни хрена. Вы все здесь вруны, там, плохие. Вы во всем виноваты. Я пошел. Ну, такие встречаются реже. Но есть люди, которые думают, что вот они придут, и на них все свалится. Есть люди, которые не хотят работать. Они привыкли, что они пришли от звонка до звонка. Отсидели, да, им потом какую-то там зарплату, какие-то копейчики, да, там, капнули. Есть люди, которые, в принципе, не готовы к этой профессии. Но они почему-то в нее приходят, они слышат о том, что кто-то зарабатывает. Но здесь надо работать. Не бывает такого, что ты сидишь, ничего не делаешь, а на тебя деньги сыпятся. Наташа, объясни, объясни прям детально мне, вот простыми словами рожуй, что значит работать? Как я это вижу? Агент по недвижимости, ты приходишь на работу, садишься, открываешь компьютер. Да. Кто тебе дает этот горячий лид или как? Кто тебе говорит, вот, человек продает? Ну, во-первых, начнем с того, что мы все делаем холодные звонки. То есть, несмотря на то, что вы топов, все равно прозваниваете? Да, безусловно. До сих пор иногда мы их делаем. Понятно, что сейчас мы работаем по сарафанному радио, по рекомендациям. Мы работаем на лидах, которые дает компания, которому ничего, по сути, не стоит, потому что у нас не меняется процентная ставка от того, откуда у нас пришел этот лид. Вот. Поэтому ты приходишь, твой день из чего состоит? Ты закрываешь какие-то дела, которые тебе нужно было сделать сегодня. Ты там звонишь, если у тебя есть на это время. Но если исходить из графика работы молодого сотрудника, да, там, стажера, пришедшего недавно, он приходит, его день начинается с того, что он начинает звонить. Он начинает звонить, звонить по-холодному. Он звонит, договаривается с клиентами о встречах, о следующем звонке, да, там, смотря о чем и как договориться. Дальше он едет на какие-то встречи, потому что звонки – это первая половина дня, встреча – это вторая. Люди все работают, как правило, встречаются вечером. Ты можешь распределить свой день, расставить так тайминг, чтобы тебе было комфортно и удобно работать. Поэтому все достаточно просто. Просто надо звонить, говорить, ездить, общаться с людьми, не бояться этого. Самое главное в этой профессии – не бояться с людьми общаться. Потому что, ну, вот мы с тобой общаемся, ты же мне ничего не сделаешь, там, не укусишь меня, не побьешь. Если я ничего плохого тебе не сделаю. Не гарантирую, я могу укусить сейчас внезапно просто в процессе разговора в плечо. Я такой, я шальной. Слушай, звонки холодные – это всегда интересно, потому что… Алло, здравствуйте, Наталья Хомо, пошла ты! И вот это бывает в трубку тут же? Бывает, ничего такого, ничего страшного. Ну, понимаешь, когда нас посылает близкий человек, нам это обидно. Когда тебя послал чужой, там, я не знаю, там, Маша, Петя, Вася, ты его не знаешь, да? У меня иногда вообще возникает такая история, что, ну, пару раз прям хотелось перезвонить, спросить, ребята, можно точный адрес, геолокацию, куда именно меня послали, да? Ну, пошутить хотелось. То есть это больше уже уходит в юмор. Это нормально? Ну, слушайте, нам всем звонят из банков, какие-то там разводилы, еще что-то. Мы привыкли к этим звонкам. Это нормально, ничего страшного. Мне кажется, нам скажут, вот вы специально эти всякие постановы делаете, что-то снимаете, и сейчас рынок нулевой. Никто ничего не покупает, не продает, крах. Это все неправда, это все вымысел. Мол, ты там или твои коллеги ничего ни хрена не зарабатываете, бедные вы и несчастные. Твой ответ. Так же так, немножко может быть грубовато, но по-прямому. Это комментарий. Давай так, рынок, любой рынок, он всегда есть. Какая бы на нем ни была цена, высокая цена, да, продавалась. На пике цен продавались квартиры, люди дрались, перекупали друг у друга. Да, когда рынок, наоборот, спокойный, да, когда он уходит в стагнацию, да, когда цены останавливаются, люди все равно покупают. Сейчас очень много людей, которые продают. Также много людей, которые покупают. У меня в апреле было 6 сделок. 6 за апрель. Это дофига. Как бы это немало. Это ни одна, ни две, ни три. Это 6? Это 6, да. Сейчас вот там 2, да, там сейчас еще 2. Ну, то есть рынок есть. Тем более, что сейчас лето. У меня как бы сейчас продаются, ну, вот в процессе 2 сделок. Скажем так, одна эконом, другая бизнес. Ну, то есть тоже, да, понятно, что люди покупают. Я хочу сделать на этом акцент, что, друзья, вы должны понимать, что большинство людей покупает для жизни. Если мы говорим про Москву, Московскую область. Живу я в двухкомнатной квартире. Родится у меня завтра, к примеру, второй ребенок. У меня станет вопрос расширяться. Продал двушку, купил трешку. И вот с однушки в двушку из замкада в МКАД, из МКАДа замкад и пошло, поехало. Сейчас в Москву не надо вкладывать деньги в инвестиции. Это не тот рынок, где надо инвестировать. Но люди всегда будут покупать недвижимость. Потому что им надо всегда там либо расширяться, либо разъезжаться. Там разные ситуации бывают. Наоборот, там дети выросли, им надо купить квартиру. Родителям надо продать. Жили там в трешке, в четверке. Надо приехать там в однушку, в двушку. Всегда будет продаваться недвижимость. Вспомните, в советское время, да, вот эти вот фильмы, где вот это вот там Марья Ивановна или еще что-то. Там какие-то вот такие вот слова. Всегда был рынок недвижимости. Просто тогда он был один, сейчас он другой. Всегда будут продавать, покупать. Он никогда не остановится. На этом спасибо вам огромное. А мы двигаемся дальше. Знакомьтесь, потрясная женщина Юля. Юля, агентство технологичное. IT, CRM-системы, искусственный интеллект. Вы заходите, понимаете, что это реально другой уровень, не то, что у вас было до. Вот вам перестроиться как? Вот так или как? Вот так. Вот вообще вот так. Не, ну, конечно, я там сел, когда за ноутбук первый раз стал знакомиться вот со всей этой системой, с рекламой, с загрузкой, как все вот это работает. Естественно, мне, конечно, было сложно. Естественно, я то одного спрашивала, то у другого спрашивала. А это как? Я вдергала просто там как кого-то. Слушайте, ну, это же здорово. Ну, сколько, неделя, две, месяц нужно было, чтобы вы погрузились, и вы уже понимали, как это работает? Наверное, месяца два мне нужно было для того, чтобы я погрузилась и поняла, что как работать. То есть, не, на самом деле, постоянно что-то меняется. Я сейчас погружаюсь. Я и сейчас еще не до конца все знаю, и, наверное, какие-то моменты все равно. Я опять учусь, опять что-то делаю. Но вообще, ну, я не знаю, мне всегда было безумно интересно учиться. И узнавать что-то новое. И понимать, что я стала умнее. И как профессионал выросла. Не знаю, мне безумно нравится. Слушайте, ну, вопрос такой интересный. Мы уже у всех ваших коллег это спросили. Вот, денюжки. Денюжки это хорошо. Денюжки мы все любим. Когда вы первый раз заработали на комиссии, чтобы у вас вышло больше миллиона? Был такой же у вас уже? Перешагивали оценку? У меня комиссия больше миллиона, у меня не было ни разу. Пока что? Ну, вы знаете, я думаю, что да. Потому что я хочу перейти в другой сегмент. Я работаю, понимаете, вот у меня за два с половиной года работаю в хоумапе. Ну, то есть, вот у меня Саша посчитал. Она говорит, ты заглядывала вообще? Сколько ты сделала сделок? А за два, ну, еще два с половиной, наверное, нет. А, нет, есть уже. Сколько ты сделала сделок? Оказалось, что уже 40. То есть, у меня не по миллион они идут. У меня комиссии меньше идут, но у меня их много. Ну, реально, получается там по три, по четыре, бывает по пять сделок в месяц. Ну, не каждый, конечно, это тяжело. У тебя сделок это очень тяжко. Но вообще, да, получается, что много. У меня сегмент такой, что квартиры недорогие, я не могу высокие комиссии брать. Но сделать много зато. И я никак не могу из этого сегмента выбраться. Меня люди рекомендуют друг другу. Просто вот я вот работаю в определенном районе. Да, вот запад Москвы, за МКАДом Новая Москва. У меня люди, реально, ну, многие вот клиенты сейчас, я не знаю, я холодным обзоном давно не занимаюсь. То есть, просто люди приходят, говорят, о, а Катя сказала, что есть Юля. О, Ира сказала, что есть Юля. Будьте добры. Ну, на самом деле, это здорово. Ну, да. Мне это всегда безумно приятно. Но вот в таком сегменте я работаю до 25-30 миллионов. Юль, хочу услышать цифру. Ну, сколько плюс-минус, если там в среднем погоду взять 500-700 тысяч? Плюс-минус? Погоду в смысле? В месяц доход прямой непосредственно вал. Ну, вот в этом месяце у меня где-то 400 с чем-то надо считать. Ну, меньше 500, но больше 400 надо посчитать. Я просто не помню. В предыдущем? Я еще не получала. В предыдущем, по-моему, 200 было. До этого было 600, нет, не 600, там было, по-моему, 700. 700. Да, ну, как-то вот так вот идет. Нельзя сказать, вот ровно оно не получается. Вот в этом, чтобы в месяце я получила 600, в этом 600. Это приятно, это хорошо. Но не всегда так получается. У нас просто другое несколько плюс. Ну, я понимаю. Да, мы работаем со сделками. Я просто к тому, что как бы цифры внушительные. Ну, это хороший доход. Даже если мы возьмем в среднем погоду 400 тысяч, ну, плюс-минус у вас там может выходить 500 тысяч. Ну, это, блин, неплохо. Да. Вам как, хватает? Нет. Вот. Вот, ребята, блин. Некоторые говорят, вот, если бы я там 300 тысяч зарабатывал, посмотрите, люди там одни миллион сделали, там еще сколько-то, кто-то полтора называл, говорит, хочу, чтобы стабильно было. Кому-то 15 в год нужно по-любому, чтобы было стабильно. У вас какие цели, какой бы идеал для вас был? Ой, ну, прям как Остав Бендерс, что бы предлагал. Я, да, да, я выуживаю со всех сторон. Я давно сказал, да, 20 тысяч. Ну, пожелания, ну, нет, ваши какие. Вот, вот, для комфортной жизни, Юля, в Москве сегодня надо минимум? Ну, да, где-то около миллиона мне надо. Миллиончик. Нет, я, конечно, комфортно живу и, ну, достаточно комфортно с тем, что я зарабатываю, в общем-то, да, мне хватает. Ну, а, конечно, да, миллиончик. Вот именно на этом мы с вами и закончим. Я желаю вам успехов, чтобы как раз вы к этой цели пришли. А вы, друзья, должны понимать, что планы должны быть всегда-всегда нужно к чему-то стремиться. Пожалуйста, трудись, зарабатывай. Выбирайтесь в сегмент элиточки. Одну скинули квартирку, и все, и красотища будет, там говорят, по воле. Ключевое слово трудись, одной квартиры мало. Вот, вот. Ольга, я знаю, что прежде чем определиться с местом работы, вот именно с агентством, вы проделали не маленький путь, а именно, вы обошли порядка 20 агентств по Москве. Вот кратенько скажите, где какая атмосфера и почему вас именно привлекло хомэп? Я старалась идти по московским агентствам нового типа, искала технологичную компанию, где заряженные люди, новые технологии, что я имею в виду, чтобы максимум работы, которую можно сегодня не делать руками, чтобы я не делала, чтобы моя голова и руки были свободны для переговоров и проведения сделок. Поэтому не буду называть, какие компании я обошла, это порядка 20 компаний. Прошло собеседование везде, взяли меня везде, но на 18-м собеседовании примерно мне указали в сторону хомэп и еще одной тоже технологичной компании. И когда я пришла сюда, это случилась любовь. В офисе я почувствовала, что мне нравится внутренняя атмосфера. Это лофт, высокий потолок, легко дышать, дресс-код. Вообще настроение людей, оно и рабочее, в то же время такое, свободное, творческое. И, знаете, запах денег здесь тоже чувствуется. Вот, это важно, потому что кто бы что ни говорил, я это из ролика в ролик повторяю, утром все мы просыпаемся и едем на работу, не чтобы весело провести время, а чтобы провести его с пользой и заработать вечером на котлетку. 17 апреля 2023 года, первый звонок. Давайте, сколько прошло времени, когда вам говорят, да, мы согласны работать и вы запускаете сделку? Объектов я набрала за месяц порядка 5-6, и где-то через полтора месяца случился первый аванс. Потом он сорвался, но это уже не важно. Это важно, а вот это интересно, то есть первый аванс у вас срывается. Смотрите, просто к тому виду, что приехали, первая сделка, встретились, но не пошло. Да. Проходит полтора месяца, аванс срывается. Для кого-то это уже может стать, да это не мое, нафиг мне это надо, я развернулся, ушел. Но вы продолжаете дальше. Я продолжаю дальше, потому что я понимаю, что каждый случай индивидуален, и кейсы разные, и нужно пройти через ряд трудностей для того, чтобы закалить себя и приобрести такую толстую кожу, знаете, непробиваемость. Потому что нет результата, если ты ничего не делаешь. Я готова была делать часто, столько, сколько нужно, по инструкции или как-то чувствуя ситуацию, но приходить к результату. Примерно через два месяца мне внесли аванс за вторую квартиру и еще там с интервала в неделю за третью квартиру. И на данный момент, в конце третьего месяца работы, у меня прошли две сделки. И с этих двух сделок вы ожидаете комиссию? Да, я ожидаю комиссию плюс-минус 700 тысяч. С двух сделок? Да. Это вы продали две квартиры большие, дорогие. Одна стоимостью 44,5 миллиона, другая стоимостью 24 с лишним миллиона. А третья сделка? Третья сделка 5,800 с квартиры стоила, но объект настолько сложный, он с обременением у банка. В общем, дело в объекте, а не в покупателях. Покупатели есть на этот объект, но мы ищем определенного покупателя, с которым сделка срастется. И там комиссия будет маленькая, в силу того, что и объект стоит недорого. Комиссия будет меньше. Ну сколько в цифрах? 250 это вал, и я с этого получу, не знаю, 35 или уже 50 процентов, потому что размер моей комиссии вырастет, поскольку первые две сделки были крупные. Таким образом, два месяца ноль рублей, ноль-ноль копеек, вы за ваш счет, все за ваш счет, ну я имею в виду на работу и так далее. Но потом получается 700. Слушайте, ну как вы считаете, то есть 350 тысяч, если так мы будем считать по месяцам, ну неплохо или это мало? Вы ранее вот где работали, у вас были такие доходы? Мой доход был 200 плюс, и когда я приходила сюда с абсолютно адекватным запросом быть хотя бы на этом доходе и потом понять механизм, как я могу расти. Конечно, я хочу и 300 плюс, и 400 плюс, и выше. Получив сейчас такой подарок от Вселенной, ну очень приятно, и я нащупала механизм работы, где работа согласуется с жизнью. Я работаю много, но этого не замечаю. Я понимаю, что если я буду так продолжать, или даже еще с большей включенностью и с большей эффективностью действий, я смогу заработать больше, это приятно. Цель не просто зарабатывать здесь хорошие деньги, я хочу со временем инвестировать в недвижимость и научить свои деньги работать на меня, и научить этому дочерей. Последний вопрос. Как вы видите ваше будущее с точки зрения карьеры, ближайшие полгода, год вообще, с рынком, как продажи есть, или все очень тяжело? Вот в реалии именно покупка-продажа, что происходит, и как вы видите себя? Были мнения со стороны, что рынок немножко встал, ничего подобного, все происходит. К тому же я звоню клиентам, которым звонила вот в самом начале, два месяца назад, и говорила, ну рынок, наверное, стоит, нужно быстрее двигаться. Я сейчас звоню, говорю, слушайте, пока мы с вами не общались, я продала уже две квартиры. Давайте займемся, продадим. Это действительно так. Буду делать 3-4 сделки в месяц, пусть будет больше, но не меньше. А по доходу я бы хотела остановиться на цифре 5-7 миллионов в год, поскольку доход брокера неравномерный, сделка может затянуться, поэтому берем годовой, вот плюс-минус на эту цифру я бы хотела выйти. И через полтора года я бы хотела проинвестировать первый раз в недвижимость, может быть, или в Москве, или в Азии, я еще сориентируюсь. Компания дает для этого и обучение, и ресурсы, достаточно свежие информации. Шикарные ролики на Ютьюбе выходят про объекты в Азии. Да, заряжают. Да. Хочу попробовать. Встречаете еще одна героиня, Мария. Маш, шикарное платье. Спасибо. Прям под погоду такая идешь, балдеешь. На слабоне. Улыбка на лице, а все почему? Бабки у Маши есть. Денежка водится, директор по продажам отмечу. А нарисуй мне тогда такой портрет идеального кандидата. Вот ты приходишь на работу, у тебя условно лежит, ну я так себе представляю. Я вообще на самом деле очень сильно мечтателен, я могу нарисовать себе в голове все, что угодно. Соответственно, я вижу, как ты приходишь, садишься за стол, там, продлежит резюме, анкета некая. Ты читаешь, так и думаешь, о, yes, толковый. То есть, хотя бы по описаниям ты понимаешь то, что он подойдет. Кто это? Ты вот видел всех наших топ-грокеров. Смотри, кто это. Вот честно? Восемь девочек, да, восемь женщин. Это женщины, как правило, уже, ну, такого, не совсем юные, уже взрослые, состоявшиеся женщины, состоявшиеся как мамы, как правило. То есть, это уже имеющие опыт ответственности за кого-то, кроме себя, то есть, с детьми. Это прям вот наш портрет кандидата. Потому что, действительно, самые успешные наши брокеры – это наши девочки. Там, от 30 до 50, ну, плюс-минус. И вот на это я лично хочу прям сделать акцент. Потому что, когда мы это обсуждали вообще, в целом, знакомились, смотрели. Знаете, у кого-то из вас может сложиться мнение, что в продажах это молодой, может быть, парень там в рубашечке красивый. И такие тоже встречаются. У нас такие тоже есть, да. Но, так и встречаются, но у них в топы выходят женщины, у которых есть дети, какая-то нагрузка, кто-то женат, кто-то не женат. То есть, ну, в любом случае, смысл в том, что тетки наши, наши русские тетки выжимают вот так и приносят чуть ли не лучшие результаты. Поэтому наматывайте на уз. Не чуть ли, а лучшие. Все наши лучшие брокеры – это женщины. Вот скажи мне, пожалуйста, вот по-честному так, о душе, сколько бы ты хотела, чтобы у тебя в среднем в год выходило на сегодня, чтобы тебе было комфортно? Потому что ваша зарплата условная делится, да, считаем по среднему по году вот эти комиссии, так что там перетекающие, ну, вот с хорошим доходом, о чем мечтает человек? Слушай, ну, такие нескромные цифры, я думаю, лучше не надо людям говорить. Ну, а вот я понимаю то, что, Маша, возможно, тебе скажут то, что охренела это, Маша. Да, поэтому зачем людей пугать? Вот если бы все-таки, я к тебе пристал бы, сказал, Маша, ну, скажи, ну, плюс-минус бы помечтать. Слушай, на самом деле, да, если исходить из того, что у нас хорошие брокеры разрабатывают миллион в месяц, а хочет еще больше, то это должно быть минимум миллионов 15, наверное, в год чистого дохода, чтобы тебе прям... Ну, короче, по полтора, по два, чтобы стабильничком вылетало. А почему нет-то, если есть такая возможность? Да, мы просто... Чтобы отказался. К тому и делаем акцент даже в этом ролике, что здесь призыв-то не, там, я не знаю, не в какие-то там схемы непонятного рода лезть, а вот работа официальная, пожалуйста, трудоустроенная работа. Я бы очень хотела это подчеркнуть, да, чем мы сильно, опять же, отличаемся от конкурентов, и что мы хотим показать, в принципе, всем, что можно зарабатывать действительно хорошие и достойные деньги абсолютно честно, не работая на скрытых комиссиях, никого не обманывая, не ныкая там деньги по ячейкам на сделках, да, от своих же собственных клиентов, именно чисто, честно, прозрачно. По-моему, это гораздо более престижно и круто. Да, конечно, и вообще... Работать честно и всем показать, что это возможно. Этим мы отличаемся, это, опять же, часть нашей культуры, для нас это принципиальная позиция, мы никогда не работаем на скрытых комиссиях, ни у кого ничего не жулим, что называется, да, все открыто, все прозрачно и работаем полностью в белую. И так можно в России, можно платить налоги, работать в белую, и все будет хорошо. Знакомьтесь, любовь, любовь, потрясающая женщина, мама шестерых детей. Ну да, так бывает иногда. И все мальчики. И все мальчики. И все мальчики, ребята, как вам? Вы очень часто говорите, инструменты есть у компании, вот простыми словами, просто нативно, сейчас у вас человек спрашивает, подожди, 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 расскажи мне, ты приходишь на работу, как это происходит? Я краем уха слышал, что у вас отдельный фотограф, у вас отдельный там отдел юристов, что делаешь непосредственно ты, и кто тебе дополнительно помогает, чтобы всю сделку провести от и до? У меня появился клиент, появился объект. Для того, чтобы продать максимально дорого и максимально короткие строки, нужно очень красиво начать это продавать. Что нам для этого нужно? Первое, хорошие фотографии. Я делаю заявку, все это делаю в CRM-системе. Наши IT-специалисты разработали потрясающую CRM-систему, которым очень удобно, и ты буквально нажатием пары кнопок можешь вот все, что тебе нужно под конкретный объект запросить, получить и опубликовать. То есть первое, это хорошие фотографии в качестве. У нас профессиональные фотографы делают великолепные фотографии, их можно печатать в журналах. Есть отдел, который прорисовывает на планировке квартир, потому что в основном у людей есть либо план БТИ, либо что-то такое нарисовано где-то на коленке, но мы не можем это выставлять в объявление. То есть мы должны сделать красивый план. Далее, мы пишем текст объявления. Есть определенный регламент написания текстов. То есть некая последовательность, что там может быть, чего там не должно быть. Мы его пишем. Мы, безусловно, мы агенты, мы все говорим хорошо по-русски, но это не наша основная профессия. Поэтому есть редактор. Перед тем, как опубликовать это объявление, редактор, его редактируют, где-то что-то подправляют, чтобы это было в рамках политики компании. Все это красиво выглядело. Мы это публикуем. И вот дальше самое интересное. Очень важно в продаже любого объекта выставлять его по правильной стоимости. Потому что если он стоит 10 миллионов, бесполезно выставлять за 20. Даже если у тебя клиент хочет 15, ты говоришь, ну, дружище. Я очень рада, да. Я понимаю, что тебе это очень ценно, но есть рынок, и рынок диктует эту стоимость. И для того, чтобы клиенту объяснить, почему я считаю, что это стоит 10, а не 15, у нас есть потрясающий инструмент. Я считаю, это лучший инструмент. Никакие другие инструменты, других агрегаторов в просторах интернета, они так не делают оценку, как делает наш инструмент оценки хоума. Она практически на 99,9% показывает вот эту вилку вверх-вниз. А дальше мы же можем сами обсуждать с клиентом, что мы хотим, выше планки выставлять или посредней, или мы торопимся, поэтому вниз уходим. Но, по крайней мере, вот этот коридор, он очень будет точный. И, соответственно, когда мы все это выставили, опубликовали, наш искусственный интеллект, который есть у нас в компании, он смотрит, сколько раз объект посмотрели на разных площадках, сколько раз позвонили, сколько раз я показала, потому что я каждый звонок, он фиксируется в этой СРМ, каждый наш поход, назначение, встречи, какие-то офферы по объекту, все это размечается. И когда этот искусственный интеллект всю эту информацию собирает, он присваивает каждому объекту число от 1 до 7. Называется это скоринг. И чем выше скоринг объекта, тем больше средств на рекламу этот искусственный интеллект тратит. Это аукционы, топчики, чтобы все было в первых рядах, на разных площадках. Это только у тех объектов, у кого самый высокий скоринг. Или объект, который самый новый появился, первые 2 недели, тоже ему дается такой карбланш максимальное размещение. То есть это я не делаю вручную, мне не нужно свои 20 объектов сидеть и каждое утро смотреть, где появились конкуренты, у кого какая цена, что с моей ценой. Повышать, принижать. Мне вообще не нужно об этом думать. Об этом думает искусственный интеллект. А я только ему даю некие факты. А ты смотришь, у тебя это какое-то приложение на телефоне, сайт или как это? У меня есть CRM-система наша, которая работает внутри компании. Но у всех наших клиентов есть личный кабинет. Это потрясающий инструмент с очень хорошей визуализацией, с объяснениями, с графиками, со всей максимальной информацией, какая есть по его объекту. Он видит клиент в этом личном кабинете. Это приложение, которое можно установить на телефон, на компьютер, куда угодно. И в любой момент клиент может зайти в свой личный кабинет и увидеть, на каких площадках, как выглядит его объявление, сколько раз его там посмотрели, сколько раз позвонили, сколько раз я сходила и показала. Особенно это важно для клиентов, которые в отъезде. У нас ключи, и мы показывают, чтобы не быть голословным, потому что некоторые огнецы говорят, да, да, вот 10 раз я показала, да, вот никому не нужно, никому не интересно. У меня клиент открыл, увидел. Ага, вот 10 раз позвонили, 7 раз она показала. А вот оффер получили, да. Мы хотели за 10, а оффер мы получили за 8, но я его занесла. Пусть будет эта информация. И клиент увидит, что работа идет, и постепенно он будет понимать, что да, предложили 8, у нас стоит, не знаю, там за 12, а я ему говорю про 10. И потихонечку он к этой цифре может... Володь, привет. Привет. Давай с тобой пройдемся немножко. Расскажи, пожалуйста, ты приходишь в компанию стажером Андрея. Да. Андрюха тебя поднатаскал, и на сегодняшний день ты уже занял новый пост. Это какой? Больше, чем год назад, в марте месяце, пришел с заместительным директором о продаже в компанию. Замом Андрея был. До того, как он пошел на повышение, стал директором офиса. Ты, скажем так, шаришь. А то мы девушкам эти вопросы задаем, хотя они очень даже достойно отвечают на все. Но расскажи вообще всю изюминку работы IT-агентства недвижимости. В чем это круче, чем это лучше для людей, для сотрудников, и вообще для потенциальных клиентов? Что получает эксперт? Эксперт получает полный комплекс услуг. То есть это юрист, это фотограф, это ЦРМ-система, это школа, наставничество. Любой человек в компании всегда подскажет, поможет. Самая большая проблема в недвижимость – это доверие. У нас не надо никому доверять вслепую. У нас все цифры, все опубликовано в личном кабинете. Каждый звонок, каждая разметка, каждое обращение. Плюс, чтобы выставить правильную цену, нужно сделать аналитику. Все, человек делает аналитику, ему в интерактивном формате, в личном кабинете, развернутое полотно с комментарием по каждой квартире. Сколько она стоит, сколько она в экспозиции, какие проданные объекты, сколько они висели в рекламе, какой в них ремонт. И человек детально видит, не просто, как обычно, мы делаем оценку. Ну, вот сосед продавал полгода назад за 15 миллионов. Ну, блин. Ну, во-первых, не знаем, сколько там он реально продал, мы не знаем, что у него там за квартира, что у него с документами. То есть, вот мы видим вершину айсберга, все, что снизу, мы вообще не видим. И, собственно, компания дает защиту в плане, там, страховку у нас есть, ну, такие по мелочам уже. То есть, основное это что? Цену, вливание денег в рекламу в любое время, то есть, даже там, начало СВО, без разницы, мы вкладывали в рекламу, не сбавляя ни в коем случае этот момент. То есть, мы там сокращали где-то бонус руководства, там, какие-то были, ну, модерация какая-то, то есть, мы там сокращали балласт, то есть, нет у человека сделок, там, какое-то очень долгое время, много объектов, просто, ну, то есть, мы тратим эти деньги, мы там садимся, общаемся, вот мы сократили все возможные косты, но на рекламу мы никогда не сокращали, потому что это, ну, за это нам люди деньги платят. Поэтому клиент с нами, все это всегда видит, у него защищенность, эксперт, также работает в защищенности, юристов у нас большой штат, то есть, это порядка 10 человек, у нас в данный момент два руководителя юрнаправления, один занимается текущими делами, следующий, будущими проблемами, прогнозированием, написанием регламентов, улучшением работы. Ты же пришел в компанию HomeApp после первого нашего ролика про компанию вообще. Где ты до работала в продаж? До продаж? Ну, в смысле, до недвижимости. До недвижимости я работал поваром. Вот, то есть, повар молодой, начинается новая карьера. Через какое время, после начала работы в продажах, ты закрываешь первую сделку? Две недели. А, то есть, у тебя быстро получилось? Да. Сколько в среднем по году, вот, по месяцам, ты зарабатываешь, если разбить? За полгода, там, вал составил где-то 4 миллиона, это вообще комиссия по сделкам, соответственно, мы делим пополам, так как это в соотношении с агентством, да, плюс бонусы, ну, где-то среднее по месяцу я учитывал 350. 300-350. А поваром ты зарабатывал максимально сколько? 50 тысяч рублей. Ну, давай такой последний вопрос, но очень острый. Вот, именно сделаем акцент на то, что тебе 24 года. Вот сейчас посмотрят ребята, тоже молодые, то что взрослых мы уже наснимали, посмотрят ребята молодые, кто-то тоже закончил университет, у него есть высшее образование, ищет себя. Вот кому бы ты прям посоветовал бы обратить внимание, с учетом того, что ни разу человек не имел отношения, не знаю, там, к продажам, к недвижимости, только слышал и смотрит вот сейчас сюжет, или видит то, что там, Т24 у тебя там 350 в среднем по месяцу выходит. Кому бы ты посоветовал попробовать пройти собеседование, оставить заявочку, прийти пообщаться? Я бы посоветовал абсолютно каждому прийти, но сразу скажу, что получится не у каждого, потому что это психологически трудно. Меня в этом плане поддерживает супруга, и поддерживала, и будет поддерживать, надеюсь, Танечка, привет. Это самое важное, я считаю, семья, семья опора. А попробовать, попробовать стоит абсолютно каждому, не в плане возраста, то есть все зависит от человека, от поставленных целей. Какие у тебя цели, приоритеты? Здесь ты можешь начать ни с чего, используя инструменты компании. Чтобы открыть бизнес, нужны деньги. Здесь же ты можешь прийти, не имея ничего, но обладая какими-то определенными навыками, желанием к росту, ты можешь прийти и начать зарабатывать, грубо говоря, через определенный цикл, месяц, два, три, который закладывается у нас, соответственно, в компании. Все инструменты для этого есть, нужно просто садиться и выполнять то, что тебе говорят. Очень дружелюбная атмосфера в компании. Знаешь, так звучит, как мне кажется, как будто бы наиграно. Вот из серии я пришел в компанию, как в семью, здесь все рады, думаю, да ладно, такое разве бывает? Вот серьезно тебе говорю, вот расскажи, как ты это видишь. И кто был твоим наставником? Моим наставником был, является Андрей Шароваров, да, я очень сильно рад, что попал именно к нему. Действительно, в компании я чувствую себя, как дома. Насколько важны наставники и люди вокруг тебя? Я соотношение, произвожу такое, что у нас маленький Google, да, и переворот на рынке недвижимости в компании, поскольку действительно грани стерты, то есть обычный стажер может подойти и к робу, и к руководителю компании, задать какие-то вопросы, проконсультироваться, это немаловажно, то есть нет иерархической какой-то цепочки, да, она присутствует, она ограничена какими-то регламентами, но грань общения, то есть мы общаемся в компании на вы, это принято. Неважно возраст, там 20-50 лет, мы общаемся на вы, то есть грани стерты. Немаловажным фактором для меня было, когда я пришел, Алексей Егошин выступал с, скажем так, с метриками по таблицам и так далее, соответственно, по компании, и я смотрю, ребята сидят так на подушке, знаешь, нога на ногу и едят пиццу, то есть общее собрание, типа полный офис, open space, и все на равных общаются. Ну, для меня что-то было невероятное, то есть не было такого, ты что, сидишь, ты не кланяешься передо мной, то есть для меня это тоже стало таким немаловажным значением, то есть люди все равны в компании, да, и чтобы для тебя, как бы так, было необходимо, компания тебе это даст. подойди, спроси, уточни, всегда ты получишь ответ, помощь и взаимоподдержка. Знакомьтесь или вспоминайте. Андрей, Андрей, ты у нас вырос и стал руководителем московского офиса. А когда мы с тобой снимали сюжет, я был директором по продажам, да. Андрей, ну давай по существу поставлю тебе сразу такой хитрый вопрос. Вот сейчас посмотрят люди наш репортаж о работе в агентстве недвижимости в целом о работе в недвижимости и скажут, ну если все так хорошо, то зачем вам еще больше людей? У вас уже в штате там более 300 сотрудников, текучки как таковой, насколько я знаю, на данный момент у вас особо нет, вот ты как руководитель, дай, пожалуйста, развернутый ответ людям прямой, для чего вы хотели бы, чтобы к вам пришли еще люди? Понятно. Ну смотрите, доля рынка, она огромная. Московский рынок, он очень большой и наша цель, в общем-то, естественно, как любого бизнеса расти и завоевывать все больше и больше пространства на рынке. Поэтому нам нужны люди, нужны хорошие люди, да. Просто я знаешь, почему хочу вот такие детали уточнить? Потому что, общаясь с вашими брокерами, многие пришли там с трудовым опытом, к примеру, но вообще какие-то требования к кандидату есть? Все, что я услышал, что как бы, если ты заряжен, интересуешься, ты можешь, ты приходи, ну а какие-то, например, не знаю, там хорошо разговаривать, не бояться людей, там хотя бы уметь что-то продать, там не будет теста и серии продай мне какую-нибудь ручку, там ничего, что ты делаешь? Нет, нет, конечно нет. Основное, что у человека должны глаза гореть. Коммуникации однозначно должны быть у человека на достаточно хорошем уровне. И человек должен хотеть изменить свою жизнь. То есть, вот как бы это ни звучало, я сейчас могу много говорить там всяких там параметров, там хороший продавец, он должен там какие-то там высшее образование, там он должен там еще что-то делать. Нет, основное все-таки это желание изменить свою жизнь в лучшую сторону. Потому что люди, у которых горят глаза, которые хотят реально изменить что-то у себя, они способны реально на чудеса. У меня к тебе есть один такой главный вопрос. Вот постарайся ответить на него максимально доходчиво для людей с точки зрения чего. Смотри, если читать новости, то нам пишут периодически рынок недвижимости в Москве просел. Ипотеку никто не берет, не готовы покупать, люди не знают. Но при этом мы обсуждаем сегодня, что человек, если ему нужно расшириться, он расширяется. При этом мы сегодня рассказываем о том, что вот они, смотрите, люди, брокеры, команда, 300 человек, среди которых топы, которые зарабатывают миллион и больше. И при этом еще вы говорите, давай, без проблем, если кто-то хочет попробовать, приходи, мы дадим возможность тебе работать. Как это вот совмещается? Ты в рынке разбираешься. То есть, как люди будут зарабатывать, если нам в официальном вроде как продажи падают. Да, друзья? Я думаю, вы поддержите вопрос. Хороший. Рынок в Москве постоянно то растет, то падает, то некая стагнация. В этом нет абсолютно ничего страшного. Это нормальная органическая жизнь любого рынка недвижимости. Сейчас период не сложнее, чем предыдущие кризисы, именно с точки зрения рынка недвижимости. Сделок идет достаточно много. То есть, у нас продажи растут. Мы научились работать в кризис. И в рост, и в падение. И мы очень быстро адаптируемся, адаптируемся причем всей командой. То есть, это самое важное, что все 300 человек практически в течение недели могут поменять кучу стратегий. У нас хорошие продавцы, у нас хорошая команда. Поэтому, еще раз, рынок недвижимости в Москве, он огромный. Понял. Слушай, ну и завершающийся вопрос тебе. Люди скажут, Москва, 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 и можно сто раз это повторять. Почему вы не выходите на рынки в другие города, крупные, в другие регионы, не знаю, там города-миллионники, Екатерингу, и пошло-поехало? Ну, пока таких планов не было, мы все-таки пытаемся найти рынки максимально перспективные с точки зрения интереса наших клиентов. Запросы наших клиентов на регионы, они, ну, их практически не было. Вкладывать деньги в недвижимость с точки зрения инвестиций в Москве сейчас менее выгодно, скажем так, чем это было раньше. Мы нашли Вьетнам, мы просчитывали очень много всяких стран и городов и решили, что здесь это выгодно. И это оказалось действительно очень важный продукт. Конечно, можно открывать агентства в Петербурге, в Казани, но пока мы нашли более перспективные для нас и интересные самое главное, пока Вьетнам, Таиланд, Азия. Азия, да. Таким образом, мы с вами подходим к логическому завершению. Недвижимость стоит дорого по всей нашей стране. Про Москву даже и говорить не приходится. Но вот именно на этом и можно заработать, потому что агентство работает за комиссию. А эту комиссию вы можете положить в свой карман. И это честный прозрачный способ, который практикуется во всех странах мира, если вдруг кто-то забыл. Переходите по ссылке в описании, записывайтесь на собеседование, встречайтесь в том самом офисе, в котором вполне возможно вас-то и будет ждать ваше рабочее место. А в дальнейшем вы еще сами напишите, что Дмитрий, спасибо большое. После этого, как я считаю, мотивационного ролика я нашел для себя новую профессию начал зарабатывать хорошие деньги. В любом случае ваше мнение жду в комментарии, ставьте лайк этому видеоролику, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. До встречи в воскресенье в 9.00 с воскресным выпуском.